Ошибка судебного пристава довела семью пенсионеров из Искитима до суда. Дело в том, что квартиру пожилой пары за долги продали. Основную часть долга вернули банку, остатки должны были вернуть заемщику. Но, к сожалению, из-за ошибки судебного пристава эти деньги отправились полному тезке в Белгород. А вот вернуть почти полмиллиона рублей назад оказалась задача не из легких. Квартиру мы покупали по военному сертификату. Затем, когда дети наши разъехались, мы остались одни в трехкомнатной квартире. Мы, естественно, поменялись на двухкомнатную, ну, с доплатой под долг. Квартиры мы брали с суду. Но оказалось, что пожилая Чита Абрамовых не рассчитала своих сил и не смогла выплатить долг банку. Изначально ничего не предвещало беды. Я работала, хорошо, там заработки были, я платила легко. А потом случилось так, что у меня диабет, перенесла операцию, на левой ноге отняли палец. Работать я уже просто не смогла. Через какое-то время банк потребовал выплатить долг с процентами. Всего набежало 850 тысяч рублей. В августе прошлого года судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должников. А в феврале единственную квартиру пенсионеров выставили на торги. С торгов она ушла за полтора миллиона. Банк забрал свои проценты, приставы там тоже забрали. Своё положенное. И нам оставалось 473 тысячи рублей остаток средств. Эти деньги должны были приставы перечислить на счёт Сергея Николаевича. Но вместо этого, не проверяя паспортные данные, допустим, да, место рождения, пристав исполнителя эти деньги перевела нашему однофамильцу. И они ушли в Белгородскую область. Такому же Абраму Сергею Николаевичу, такого же дня рождения, года рождения, вот такое совпадение. Пенсионеры на протяжении 10 месяцев обивали пороги отдела судебных приставов по Искитимскому району. Но вернуть почти полмиллиона рублей им никто не спешил. Пришли когда к приставам и говорим, что это не наш счёт. Они целый март месяц нам сморожили с тем, чтобы это ваш счёт, это ваш счёт, езжайте в Белгородскую область, хихихихаха, добывайте свои деньги. Мы пришли в Сбербанк. Вот, она говорит, это не наш счёт, не нашего региона. Давай искать. И нашла вот в эту Белгородскую область там. Дело не сдвинулось с мёртвой точки, даже когда вмешалась прокуратура и внесла представление руководителю Искитимского отдела судебных приставов с требованием срочно принять меры и исправить ошибку. В итоге главе семьи Сергею Абрамову пришлось обращаться с иском в суд. То ли встреча со служителями Фемиды, то ли какие-то другие обстоятельства произвели такое неизгладимое впечатление на пристава Анну Пасынкову, но как только стартовал процесс, пенсионеру тут же перечислили причитающиеся средства. Деньги находятся на моём счету, у меня надберкнижки. Это вот февраль и месяц, вот по декабрь. По декабрь, да. То есть вот этот срок они возвращали вот эти несчастные деньги, которые по ошибке сами же отправили в другую область. Мы поинтересовались в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, как подобная ошибка вообще могла произойти. Там ситуацию прокомментировали следующим образом. Причиной ошибочной идентификации гражданина является тот факт, что при этом применялись основные признаки – фамилия, имя отчества, дата и место рождения. Указанные данные не давали возможности идентифицировать его по причине полного совпадения у нескольких лиц. С 1 июля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон об исполнительном производстве в части положений об обязательном указании в исполнительных документах одного из идентификаторов должника, например, СНИЛС, паспорт или ННН. Такой подход позволит избегать ошибок, когда приставы обращают взыскание на полных тезок должников или, как в случае с Сергеем Абрамовым, наоборот, направляют средства двойникам. Впрочем, для пенсионера, которому пришлось пройти все круги бюрократического ада, в этом утешения мало. Они с супругой намерены во что бы то ни стало добиваться сатисфакции в суде. Мне позвонили и сказали, что вы деньги получили, заберите исковое заявление, что вы больше претензий никаких не имеете. Мы хотим, чтобы нам заплатили моральную компенсацию за то, что пострадали мы. Больше всего пострадала моя жена, которая попала из-за этого в больницу. У него там даже микроинфаркт был. Поэтому мы хотим, чтобы их наказали.